Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем тем, кто начинает новый день и вместе с утром нового дня. Доброе утро! И мы надеемся, что оно именно такое. А если вдруг нет, то мы обязательно исправим эту ситуацию, потому что целых два часа в прямом эфире для вас будут вещать Александр Ткачев и Ирина Борилюк. Вещаем мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым24. И, в общем-то, одним словом, призваны для того, чтобы сделать ваш день добрым, светлым, а главное информативным. Но для того, чтобы, так сказать, быть во всеоружии, давайте узнаем, чего же ждать от сегодняшнего эфира. Графический дизайнер или биоинженер? Какие профессии будут востребованы через десятки лет? И как школьникам сделать правильный выбор? Наблюдение, квалифицированная помощь и женская консультация. Симферопольскому клиническому родильному дому номер один исполнилось 111 лет. Мольберт, кисти и тюбики с краской. Какие особенности включает в себя творческая работа художника? 205 лет назад английский хирург Джозеф Карпи провел первую официальную пластическую операцию в Лондоне. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Насыщенная программа, не правда ли? Конечно, мы же постарались вместе с нашей командой. Но я предлагаю тебе дополнить эту картину информационной повесткой дня, которую подготовили корреспонденты Крым-24. Конечно, и именно о том, о чем говорят крымчане за последние 24 часа, сейчас и буду рассказывать. Электронное оборудование, полимерные трубы и новые насосные станции. В Крыму потратили около 130 миллионов рублей на обновление котельных и тепловых пунктов. Елена Байрамова проверила, насколько в республике готовы к холодам. Сложное переплетение коммуникаций. Контролировать малейшие изменения в этой системе – обязанности оператора котельной Светланы Синчуриной. Работает с аппаратурой 12 лет. Сейчас я смотрю расход через сетевую воду и подпитку, чтобы она не превышала нормы. Если что-то превышает, мы регулируем это все, смотрим за котлами. Это у нас температура, которую мы подаем. 73, обратка 54. Это у нас подпитка. Вот там 6,0 на 2,8. Этой котельной на Северном переулке в Симферополе более 40 лет. Чтобы не было сбоев подачи тепла, требовалась серьезная модернизация объекта. В этом году потратили почти 9,5 миллионов рублей на ремонт и замену оборудования. Видите, уже на смену старым манометрам приходит более новое, более современное электронное оборудование, которое более точно и более экономично работает. Вот это уже смонтировано новое электронное оборудование, которое практически само регулирует необходимые параметры для выработки тепловой энергии. Наша котельная рассчитана на выработку тепловой энергии в размере 32 гелокалорий. Всего в Симферополе 51 котельная и 91 тепловой пункт. Они готовы к зиме на 100%, а сети на 99%. 1% это то, что мы сейчас применяем новые технологии в сфере теплооснабжения. Это использование полимерных труб. Вот сейчас на данный момент на балаку на 9 меняются 4 трубы. 2 трубы горячего водоснабжения и 2 трубы теплооснабжения. Вот мы их завершим, и у нас практически тепловые сети. Все будут готовы к отопительному сезону. Раньше жильцы домов по улице Валдайска и проспекту Победы часто жаловались зимой на погоду в доме. За лето проблемы полностью устранили. Здесь промыли трубопровод, почистили бойлер, заменили измерительную аппаратуру. Система полностью готова к старту. Для запуска тепла достаточно открыть вот эту задвижку. Все объекты прошли проверку. Официальный старт отопительному сезону еще не дан, но в некоторых учреждениях он уже начался. Все потребители в этом году у нас получат качественный теплоноситель. Сейчас мы уже убедились, что котельная уже работает по поручению главы Республики Крым. У нас уже начат отопительный сезон для объектов здравоохранения, для детских дошкольных учреждений, для общеобразовательных школ. Подготовка началась еще весной. Работу провели масштабную. Всего в Республике 251 котельная и 160 тепловых пунктов. На ремонт и модернизацию устаревшего оборудования и изношенных сетей потратили почти 130 миллионов рублей. Елена Байрамова, Андрей Заричный, Новости 24. Подход. В Симферополе строители начали ремонт автомобильного моста на улице Гагарина. Уже очистили всю бетонную конструкцию. Параллельно идут работы на мосту по улице Толстого. Его должны сдать раньше назначенного срока. В строительные тонкости вникла Виолетта Корничук. Мост на улице Гагарина в Симферополе не ремонтировали с момента его строительства. Опорные части просели, пролетные балки частично разрушились. Строители уже обработали поверхность конструкции от пыли и очистили ее от грязи и лишних деталей. Теперь готовят смеси для укрепления объекта. В 2018 году переход признали аварийным. Сегодня для его полного восстановления используют новейшие полимеры. Их поставляет в Крым крупнейшая российская корпорация. Материал полностью устраняет дефекты балок и позволяет равномерно распределить нагрузку на весь мост. Разберем мост, рассоединив все балки, поднимем их, заменим резиновые опорные части. Ну и также будем лить сверху бетон, лечить этот бетон. Параллельно идут работы на улице Толстого. На верхней части конструкции строители уже залили выравнивающий слой бетона. Его отмывают от пыли, шлифуют и готовят к гидроизоляции, а впоследствии к защите от повреждений. Под мостом также все трещины, сколы и обвалы устраняют. По словам подрядчика, самые сложные работы выполнены, кроме одной задачи. Эти рухнувшие плиты в свое время были подмыты рекой, из-за чего произошел обвал. Теперь строителям придется установить с внутренней стороны защитную опалубку, чтобы удержать грудь. Нужно заново отлить бетонное укрепление и отремонтировать сваи. Работать приходится в непростых условиях. Камни осыпаются, сверху льется вода. Всюду шлифовальная пыль. Отсюда люди вышли, чтобы не обвалилось ничего на голову. Вот сейчас вот даже вода, видите, течет оголенная арматура. Это мост сверху моется. Где-то наверху можно видеть уже опалубки, где залит бетон. С той стороны, но более явно туда пройти очень сложно. Готовность этого объекта более 50%. Срок сдачи – ноябрь. Но, по словам подрядчика, его планируют завершить раньше указанных сроков. Виолетта Горничук, Анатолий Агеев, Новости 24. К приходу зимы готовы. В Евпатории стартовали ежегодные работы по консервации фонтанов, подготовке пляжей и других зон отдыха к холодам. Плановые работы ведут коммунальщики и в многоквартирных домах. Как засыпает город, видела наш корреспондент Элимира Джураева. Роман Вереси в консервации городских фонтанов занимается уже третий год. Конец октября. Самое время проверить и подготовить малые архитектурные формы к следующему курортному сезону. Чтобы не было всяких технических проблем, мы это делаем каждый год. Я считаю, что наша работа важна, потому что если мы не будем делать нашу работу, многое в городе, многие достопримечательности, которые зависят от нас, будет выглядеть очень плохо. Для коммунальных служб подготовка к зиме только началась. Консервация фонтанов – это лишь первый этап. Процесс имеет свою последовательность. Сначала из системы сливают воду. После рабочие моют чашу специальными средствами. Прочищают фильтры и насухо вытирают конструкцию. Отдельные элементы демонтируют и перевозят для хранения в складские помещения. Оставшуюся же часть закрывают специальным куполом. На предприятии у нас 9 единиц. На сегодняшний момент, по состоянию на 22 октября, действующий фонтан остается один. Это светомузыкальный фонтан в сквере имени Ленина. Ориентировочная дата его консервации – 29-30 октября. Орендаторы очищают береговую линию, затем работы по защите песка от штормов и ветра. Для этого коммунальщики устанавливают временные ограждения. Чтобы от капризов природы не страдали капитальные строения, их закрывают металлопрофилем. Некоторые обтягивают прочной пленкой. И это далеко не все. Работы, которые входят в комплекс консервации – это полностью замена всей сантехники. То есть все подготавливается к зиме. Убираются лишние трубы, перекрывается вода. То же самое и с электроэнергией. То есть тяжелые процессы, такие же, как и в начале курортного сезона, когда мы готовим пляж к открытию, точно такие же и к закрытию. Полностью все монтируется. Грубо говоря, каждый год мы открываем новый пляж заново. Переходит на особый режим работы не только курортная часть города. С наступлением осенних холодов в городе к зиме подготавливают и детский зоопарк. Так дома питомцев утепляют соломой, листвой и опилками. По словам специалистов, такой процесс необходим, чтобы животные легче адаптировались к погодным условиям. К сезону холодов готовят и жилые дома. Рабочие ремонтируют кровли, меняют коммуникации, проверяют систему отопления. Подводя итог, можно смело сказать, город готов заснуть до начала следующего курортного сезона. Эльмира Джураева, Андрей Ремизин, Новости 24, Евпатория. Крымские фабрики мороженого расширяют географию. А специалисты не перестают удивлять новыми видами десерта. Теперь наш продукт официально представлен и в Китайской Народной Республике. Елена Бережная оценила вкус и качество на предприятии в Симферопольском районе. Приготовить тонны холодного лакомства для наших мастеров не проблема. Да и рецептом тут охотно делятся. Главный секрет вкусного десерта – натуральные продукты. Молоко, сахар, сгущенка, масло. Вот, пожалуй, основные ингредиенты. Сюда на пастеризацию поступает уже практически готовое мороженое. Затем смесь охлаждается и перегоняется наверх. Следующий этап – фасовка. Продукция уже заслужила авторитеты в других регионах России. Москва, Краснодар, Дагестан и не только. Теперь купить наше мороженое можно и на китайском рынке. Первая партия крымского производителя уже прибыла в Поднебесную. У нас сегодня очень знаменательный день. Мы получили, наконец-то, карантинный сертификат. И можем спокойно продавать свою продукцию на территории Китайской Народной Республики, которая там уже в наличии, которая там уже присутствует. Вот. Но это первые шаги наши скромные. Эта фабрика – отличный пример, когда инвестиции заходят в село. Оборудование отвечает всем современным техническим требованиям, а мороженое – пожеланиям крымчан. У нас в Крыму получился свой продукт, очень хорошего качества, который сразу занял достойное место. И это очень важная часть. Для нас создание рабочих мест, особенно сельских поселений, является задачей и задачей. Насколько нам удастся это успешно сделать, настолько и будет определено будущее всего Крыма. В ближайшее время недалеко от этого сладкого производства построят сыроварню. Так в Крыму появится еще одно предприятие и дополнительные рабочие места. Елена Бережная, Антон Лукьяненко, Новости 24, Симферопольский район. К этому часу были все новости. Мы обязательно будем держать вас в курсе всех событий, наши дорогие телезлители. А я с удовольствием присоединяюсь к моему коллеге, потому что кое-что необычное на сегодняшнее утро мы для вас приготовили. Абсолютно верно. Ну, во-первых, я бы хотел начать с того, чтобы поблагодарить всех тех, кто сегодня работает в этой студии, а также компанию «Фавила», которая предоставила этот мебельный гарнитур. Но возвращаясь ко всем тем, кто сегодня находится в этой студии, кто работал над выпуском, это люди, на самом деле, большого труда, большие молодцы, и их очень много. Так вот, собственно говоря, тот небольшой сюрприз, который мы подготовили. Вот эти два белых листочка, я их даже покажу, это не что иное, как билеты. Билеты на сегодняшнее прекраснейшее действие, которое пройдет в Музыкальном театре Академическом в Симферополе. Чемпионат официальной Крымской лиги КВН. Так вот, эти два билета предназначены для вас, дорогие телезрители. Да, и я думаю, что не откажутся сегодня. Да, мы отметим, что на календаре 23 октября, именно сегодня вечером, Саша, подскажешь, во сколько будет представление? В 19.00. Еще раз, да, чтобы узнали. А телезрители, а что же мы предлагаем сделать для того, чтобы вы именно... Просто так мы их, конечно же, никому не отдадим. Нужно быть большим поклонником утреного дня, чтобы получить эти драгоценные билеты. Так вот, сейчас будет внизу указан телефон. Пожалуйста, позвоните на него и скажите, сколько, на ваш взгляд, участвует человек в организации одного утреного дня, одного выпуска. Тот, кто первым назовет правильное число, получит два заветных билета. Их можно будет забрать на проходной телерадиокомпании Крым по адресу студенческая 14. Ну что же, телефон на экране, пожалуйста, звоните. Мы ждем ваших звонков, и эти два билета наверняка достанутся вам. Я уверена, что совсем скоро, да, действительно, наши счастливые обладатели смогут сходить на представление. Но для того, чтобы узнать, какая же погода, что будет сегодня, что надет на себя платье, а может быть, наоборот, что-то более такое элегантное, да, под настроение, давайте посмотрим следующую рубрику. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дорогие друзья, я предлагаю дополнительно озвучить то, что только что было на экранах. Итак, сегодня в Севастополе переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный до 12 метров в секунду, температура воздуха днем до 20 тепла. В Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла. На южном берегу Крыма похожая ситуация. Температура воздуха днем до 20 тепла. Ветер будет северо-восточный до 12 метров в секунду, а также безоблачно и дождя не ожидается. В городе Керчи малооблачная без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. А самое интересное, что температура воздуха будет 19 градусов тепла. Очень хорошо, комфортно и радостно. Нужно сказать, что метеорология, хоть и является точной наукой, но тем не менее иногда дает небольшие, ну скажем так, сбои. Тем не менее считается, что эта неделя, которая течет сейчас, она в общем-то последняя такая по-настоящему теплая, бархатная и летняя. Следующая неделя будет более прохладной. Так вот, дорогие друзья, пользуйтесь случаем, потому что в сети разыгрывается флешмоб. Мы предлагаем вам посмотреть небольшую видео нарезку. Сырные скалы. Это одно из самых популярных мест, которые сейчас в социальных сетях обсуждаются. Так вот, в социальных сетях идет такой вот флешмоб, то есть постоянно люди соревнуются друг с другом в качестве фотографий, сделанных именно на этих сырных скалах. Вы тоже можете поучаствовать в этом мероприятии, приехать туда, сфотографироваться, выложить это в социальную сеть, Инстаграм, Контакт или Фейсбук и поучаствовать в таком мероприятии. Наиболее, я не знаю, как оценивается, в общем-то, по количеству лайков, кто больше всех наберет. Я думаю, по количеству лайков и явно будет не лишним, если добавят еще какое-нибудь описание, креативное, например, потому что уже одно лишь название «сырные скалы» меня лично вызывает не только желание побывать и насладиться красотой вида, но и вкусить любимый сыр. Добавлю, что это место располагается на южном берегу Крыма в селе Малореченское. Туда можно доехать от Алушты, это около 20 километров, совсем, в общем-то, недалеко. Там, кстати, рядом и другие достопримечательности. Река Алака, ее знаменитые водопады, водопад Гейзер, а также знаменитые грибы Сатеры. Ты примешь участие в флешмобе? На выходных сделаешь селфи со скалой? Да, успею. Но, тем не менее, для всех тех, кто все-таки соберется туда поехать, я предлагаю узнать актуальную информацию, а именно стоимость топлива, потому что, как известно, она постоянно меняется, а выезжая на такое дальнее путешествие, наверняка будет полезным знать, сколько же вы потратите на дорогу. Итак, если считать, что от Алушты до Симферополя порядка 40 километров и еще 20 километров от Алушты до Малореченского, то получается суммарно около 60 километров. Итак, 1 литр газа стоит 22 рубля 92 копейки, дизельного топлива 50 рублей 42 копейки, 92-го бензина 44 рубля 79 копеек, 95-го 49 рублей 23 копейки и 98-й самый дорогой 56 рублей 53 копейки. Ну, в общем-то, нужно сказать, что цены на топливо вполне себе стабильны, а вот доллар меняется день от дня. Итак, доллар сегодня стоит 63 рубля 63 копейки. 63-63 – забавная цифра. Но, тем не менее, он потерял в своих позициях порядка 15 копеек за последние сутки. Евро стоит 70 рублей 91 копейку, и он тоже упал, потерял порядка 10 копеек. Такова динамика на биржевом рынке валют. Надеюсь, она тебя немножко порадовала. Конечно, порадовала. Я вот в продолжение твоих тем хочу сказать о том, что одна из улиц в нашей крымской столице, а именно улица Долгоруковская, была сделана односторонней. Это связано с тем, что на улице Александра Невского буквально недавно снова стартовал АКП-ремонт, точнее, третий этап данных ремонтных работ, что, с одной стороны, очень радует, да, так как реставируются дорожные участки. Но все же определенного рода неудобства, конечно, это приводит. Я хочу еще раз напомнить, мы все помним реконструкцию улицы Левостопольской в прошлом, в этом же году, да, была? Да, да, да. Время течет. Было много недовольных, но, тем не менее, сейчас дорога похожа на паркет, поэтому все радостно ездят по ней. И давайте немножко потерпим, и совсем скоро вновь будет комфортно придвигаться по центральным улицам города. Но, тем не менее, прямо сейчас наш корреспондент находится на одной из таких улиц и готов с нами связаться. Доброе утро, Стефан. Доброе утро. Доброе утро, коллеги, с утром нового дня, всех, кто присоединился к нашему эфиру. Сейчас я нахожусь на площади Ленина, и прямо отсюда хочу сделать громкое заявление. Утро сегодня прохладное. Сейчас на улице Крымской столицы всего лишь 9 градусов, тем не менее, в течение дня воздух прогреется до отметки в 23. То есть можно судить, что сегодня погода будет очень схожей со вчерашней. Ну, конечно, это то, что касается именно Симферополя. Ну и дальше хочу продолжить рассказать вам небольшую историческую справку, самым жарким за последние 130 лет. Этот день был в 1927 году. Тогда только представьте, было 27 градусов. Хотя, в принципе, не намного-то и больше, чем сегодня. Ну, а вот самым холодным этот день был в 1945 году. И тогда уже было в это время, уже 23 октября было минус 5 градусов. И наверняка скоро нас такое же и ожидает. Такие же погодные условия буквально через месяц, может быть, чуть-чуть больше. Ну, и опять же, касательно погоды, хотелось бы рассказать следующую вам новость. Синоптики установили, что бабье лето все-таки у нас на полуострове затянулось. И похолодания уже будут скоро. А более конкретно, похолодания наступят в конце месяца, в начале следующего, в начале ноября. И погода уже будет не так нас радовать. Термометры будут показывать всего лишь 10-12 градусов тепла. Ну, а дальше, дальше и того лучше. В принципе, уже и скоро Новый год. Но так далеко мы забегать не будем. Об этом еще успеем поговорить позже. А пока что студия, я передаю вам слово, на этом мое включение подходит к концу. Спасибо большое. Спасибо большое, Стефан. Дорогие друзья, еще раз напомнить хочу. Мы сегодня не с пустыми руками выходим к вам в прямой эфир. Дело все в том, что у нас есть билеты на КВН, которые состоятся сегодня в 19.00. Супер места, супер ряд. Эти билеты предназначены специально для вас. Пожалуйста, телефон внизу нашего экрана. Позвоните по нему и угадайте, сколько же человек участвует в организации одного выпуска «Утро нового дня». Тот, кто первым правильный ответ даст, получит эти два билета. Поспешите, потому что я уверена, что это представление будет не только юмористическим, но и, конечно же, захватывающим. А мы двигаемся дальше. И вот ты знаешь, что бы хотелось сказать и даже выделить? О том, что нашим крымским школьникам продлили каникулы. Теперь они будут отдыхать 8 дней. Я, как вспоминаю времена школы, вот буквально даже один день лишний, и ты уже счастлив, как никогда. Ну что же, 8 дней – это на самом деле немало. Почти 10 без двух дней, а 10 дней – это счастливое число. Поэтому рекомендуем всем детям, в первую очередь, и их родителям, задуматься о том, как правильно провести это время. Кто-то, может быть, погибнет в путешествие по Крыму, а кто-то погрузится в чтение книг уникальных и интересных, в частности, по истории. Так вот, сегодняшний день тоже имеет определенную яркую окраску в историческом контексте. Давайте узнаем, какие интересные события произошли сегодня, но много лет назад. 23 октября 1814 в Лондоне впервые официально провели пластическую операцию. Английскому хирургу и анатому Джозефу Карпию удалось восстановить лицо солдату, утратившему в бою кончик носа. В основу методики легли учения индусов, которые еще в первом веке до нашей эры пересаживали кожу, солба или щек для компенсации косметического дефекта. За столетия пластическая хирургия стала отдельной отраслью медицины. В 21 веке наука разделилась на два основных направления – реконструктивное и эстетическое. Реконструктивные операции устраняют деформации и дефекты тканей, полученные при травмах и болезнях. Эстетическое направление улучшает нормальную внешность. По статистике, сегодня ежегодно под нож пластического хирурга ложатся более 5 миллионов человек, 60% из которых – женщины. Британские ученые утверждают, что делая зарядку и гимнастику до завтрака, можно не только немножечко схуднуть, но и при этом еще и снизить риск заболеваний нашего любимого и важного органа, как сердце. Ты как врач и медик, я думаю, что очень хорошо об этом знаешь, и это далеко не новое, да, наверное, открытие, которое сделали. Вообще, безусловно, простая физическая зарядка, то есть покрутить руками, покрузить ногами, шеи в первую очередь, потому что напоминаю, что наш мозг кровоснабжается именно через шею. Это очень полезно. А вот что касается тяжелых физических нагрузок, например, в первой половине дня, утром рано, здесь возникает ряд споров, потому что в первую очередь считается, что кровь утром, за счет того, что организм еще не проснулся, она более густая. И это вызывает определенную излишнюю нагрузку на наш насос сердца, то же самое. Поэтому здесь уж, как говорится, кому как удобнее, кто во что верит. Но я предпочитаю все-таки спортом заниматься во второй половине дня, а лучше перед сном, потому что тогда, когда ты занимаешься, ну, я не знаю, может быть, ты не разделяешь мое мнение, это субъективщина. Я считаю, что удобнее заниматься этим перед сном, ты устаешь, и сон становится крепким, глубоким, и просыпаешься на утро бодрым, правда, иногда мышцы болят. Крепатура, да, может так очень давать о себе знать. Я поддерживаю твое мнение, но вот все же, когда утром перед работой легкая зарядка, в этом плане на 100%, считаю, что ты прав. Она дает тебе второе, даже первое, да, так как начало дня дыхание и заряд бодрости на целый день. Абсолютно верно. Но я думаю, что следующий сюжет тоже даст небольшой заряд бодрости вам, дорогие друзья. Он коснется довольно торжественной темы. Мы вчера ее, кстати говоря, даже анонсировали. Дело все в том, что наш роддом номер один, откуда, кстати говоря, на свет появился и я, я думаю, что очень и очень многие симферопольцы, он очень и очень старый, ему исполнилось 111 лет. Он празднует свой день рождения. Давайте узнаем, как сейчас обстоят дела в главном, собственно говоря, гнезде Симферополя, откуда появляются дети. Квалифицированная помощь, наблюдение или близкое территориальное расположение. Беременной женщине не всегда легко определиться с больницей, в которой она решится рожать. Но Владислава долго не раздумывала. Когда-то в стенах Симферопольского клинического родильного дома номер один, и она сама появилась на свет. Обязательно должен быть трепетный персонал. Все были очень внимательные ко мне, все поддерживали морально и физически. С именем тоже определились сразу. Мы уже шли в роддом, мы знали, как назовем. Александр. Муж Владиславы присутствовал при первом крике своего малыша. Поднимал боевой дух молодой мамы. По словам Зеры Муталиповы, врача-акушер с более чем 30-летним стажем, присутствие отца на родах с каждым годом приобретает все большую популярность. Раньше их не было вообще, их не было. Они были только под окнами родильного дома. Эмоционально это большая поддержка. И для мужчин, как я вижу, это такая духовная сила в них появляется. Очень многие мужчины по факту рождения своих детей, они плачут. И такие слезы, это настоящие слезы мужчин. Зера пришла работать в этот роддом больше 19 лет назад. За это время здесь все кардинально поменялось. Раньше в одной палате размещалось 5 женщин. Теперь каждая комната индивидуальна. Зданию, в котором сейчас находится родильное отделение, в этом году исполняется ровно 55 лет. Ежегодно здесь появляется на свет около 2,5 тысяч детей. 500 из них с помощью кесарево сечения. Монитор слежения за малышом. Оборудование для возможной реанимации новорожденного. Высокотехнологичная кровать, которая помогает женщине занять наиболее удобное положение. Комната для родов оснащена всем необходимым. Вот когда заходишь в палату, даже не верится, что это палата в больнице, потому что все выглядит так уютно. Картины на стенах, цвета подобраны в тон. Действительно мы с вами находимся в родильной комнате. Даже само название говорит о том, что хоть это и медицинское учреждение, и палата медицинского назначения. Но в родах очень важно создать такие условия женщины, чтобы она чувствовала себя комфортно. Три года назад масштабная реконструкция началась и в гинекологическом отделении. Помимо внешней отделки, полностью обновили медицинское оборудование. До ремонта здания это операционное по сути не существовало. Лишь потом здесь появились лапароскопическая стойка, аппарат искусственной вентиляции легких и современные мониторы слежения. Благодаря им появилась возможность проводить эндоскопические операции. Этот корпус 25 лет исполнял функцию хирургического отделения, а в 30-х годах прошлого века здесь начали работать с роженицами. Мы с вами находимся в здании памятника архитектуры, которое было построено в 1908 году, как первое медицинское учреждение на территории города Симферополя. Ему в этом году 111 лет. Чтобы отпраздновать такую дату, сотрудники больницы запустили акцию. Для участия в ней надо было лишь опубликовать фото в соцсетях. Более 500 снимков объединили в одну большую фотомозаику. Теперь они навсегда вписаны в историю Симферопольского родильного дома номер 1. Дарья Шарипова, Максим Турчев. Утро нового дня. Биоинженер или графический дизайнер. Как правильно выбрать профессию? Итак, сегодня у нас в гостях Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук и доцент. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я видел, с каким вниманием вы смотрели сюжет наш про роддом. Я знаю, что наверняка он для вас тоже имеет какое-то значение. Конечно. Я родилась в первом роддоме, и мой ребенок родился в первом роддоме. Я думаю, и внуки мои будут тоже рождаться в первом роддоме. А вот касательно этого сюжета, каково ваше мнение, должен ли мужчина присутствовать на родах? Вы знаете, мне кажется, что-то исключительно решается в семье, между мужем и женой. Хочет ли, может ли, готов ли муж присутствовать на родах? Готова ли жена к тому, что муж будет присутствовать на родах? Вот только так, а не иначе. Здесь не общественное мнение решает, что модное нужно присутствовать, а внутренняя психологическая готовность. Спасибо. Это потому, что вы меня сразу озадачили, кем быть, инженером или графическим дизайнером. Я растерялась. Это тема нашего сегодняшнего с вами диалога. Дизайнер или все-таки графический, или инженер? Вообще, я по первому образованию физик. Физик. Давайте вот... Нет, квантовая электроника. Квантовая электроника. Но второе образование я тоже получила, и поэтому я доктор психологических наук. Хотя вот физика в моей жизни всегда играла и играет большую роль. Не скучаете по этой науке? Ну почему скучаю? Просто она плотно вошла в мои исследования как психолога. Очень много общего. Но, честно говоря, вот кем выбирать и как выбирать, наверное, вопрос не об этом, да? А как быть родителем, а как быть детям, которые стоят на пороге вот таких профессиональных открытий? Очень много сейчас вопросов задают. Ну, во-первых, октябрь. И народ думает уже, им учителя в школе говорят, вот, нужно выбирать ЕГЭ, у вас есть обязательные экзамены. Есть базы, там, русский, математика. И начались уже серии открытых дверей в университетах, в колледжах. Вот и у нас 26-го в эту субботу день открытых дверей. Но все говорят, давайте быстрее определяйтесь, в январе уже заканчивается регистрация на ЕГЭ. Вы должны выбрать именно те экзамены, которые вам пригодятся для поступления. И начался ажиотаж в семьях. Вы знаете, сколько сейчас обращений на кафедру психологии нашего университета по поводу того, куда поступать, зачем поступать. И вообще, скажите, пожалуйста, подскажите, куда поступать моему ребенку. Как правильно поступить. И как правильно поступить. Иные родители говорят, мой ребенок хочет быть там, ну, например, психологом. А я ему говорю, нет, у нас не было в роду психологов и не будет. У нас будут экономисты. У нас такие даже звонки. Вот действительно, мы консультируем родителей по этому поводу. Что делать? Как объяснить ребенку, кем он может быть? Вот вы знаете, на самом деле здесь несколько вопросов. Первый. Когда начинать? И этот вопрос не имеет однозначного ответа. Начинать можно с рождения. Потому что профориентацией является все. И деятельность родителей, и любовь родителей к той профессии, которую выбрали они. Ведь не случайно у нас случаются династии. Вот я, Александр, услышала, что вы врач, да? А в семье уже были врачи? По первому образованию. По первому. Кстати говоря, вы знаете, тема, это для меня лично в свое время очень актуальна. Я сейчас могу сказать, подведя итог какой-то, что ничего не бывает просто так. И я, безусловно, благодарен той школе, которую получил колоссальный, в первую очередь, дисциплинарный. Но наверняка, с точки зрения, скажем, профиля, это была ошибка, глубокая ошибка. Я никогда не хотел быть врачом. И так уж просто волей случая получилось, что я закончил очень хорошо институт, но при этом... Саша, скажите, это был династический выбор профессии? Или это был внезапный, вы первый врач в своей семье? Я первый врач в своей семье. Здорово, да? А можно спросить, а как вы выбирали профессию? Вот не поверите, но я, если честно, всегда хотела, мечтала быть психологом, но потом резко, даже не могу сказать, с чем это было связано, поменяла свое мнение. Буквально вот стык, 10-11 класс. Я решила, что я хочу быть на юридическом. У меня первое образование юридическое. И поэтому вы, Ирина и Александр, журналисты. Нет, я на самом деле, я после медицинского закончил консерваторию. И уже вот в этом, скажем так, определился, что именно этим хотел заниматься всю жизнь. Здорово. И к этому шел. И все равно работаете журналистом. Ну, вы знаете, в моем случае уникальном это смежно получилось, потому что я веду программу по классической музыке, и, в общем-то, это, о чем я мечтал. Вы знаете, на самом деле, совершенно здорово то, что вы говорите. Это говорит о том, что сколько бы мы не хотели династические убеждения привить своему ребенку, если это династический, или выбор профессии, это действительно очень сложно. Вот у вас были своеобразные метания, вы получили то, что, очевидно, что обсуждали в семье. Ведь, как сегодня говорят, ну, что родители выберут, то и будет. И вот это обсуждение в семье, оно идет изначально. Нужно быть, кем у нас сейчас хотят быть? Экономистами, юристами. Стоматологами. Стоматологами. Да, кстати, да, стоматологами. Вы знаете, и, наверное, правильно. Мы недавно беседовали с заместителем директора Центра занятости республиканского, она говорит, Анжелика Витальевна, она говорит, у нас трудоустройство всем гарантировано, потому что очень много рабочих мест, выпускайтесь и приходите работать. Главное, не ошибитесь в выборе профессии, потому что это сложно. И вот тогда вступает еще одно, помимо того, что есть династическая, есть убежденность родителей, есть мотивированность родителей и любовь к своей профессии. То есть я, допустим, педагог в пятом поколении, моя дочь педагог уже в шестом поколении, и это династическая. А кто-то говорит, а я первый. Мы недавно разговаривали с девочкой, он говорит, я первый педагог в семье, я пришла на практику и полюбила школу. Вот и я там осталась. Приколенична, извините, перебиваю вас. У нас осталось очень мало времени, буквально вот 30 секунд. Я вас очень прошу дать какой-то такой вот прямо, знаете, не в бровь, а в глаз совет. Вот как же, да. Как поступить? Вы знаете, во-первых, диагностика. Во-первых, хотя бы определить профиль профессии. Диагностику, самые простые методики психологические, которые на сегодня есть, они хотя бы определяют группу. Если родители хотят вырастить экономиста, программиста, а у него группа человек, человек ему педагогический, да, медицинский, там еще другие профессии, которые предполагают взаимодействие с людьми, то это первое. Для этого есть консультации в центрах занятости, для этого есть профориентационные центры, которые, в общем-то, в некоторых городах проводят федеральные университеты. Для этого можно выйти на сайт Крымского инженерно-педагогического университета и пройти онлайн эту методику, посмотреть и получить консультацию специалистов. То есть вот это можно. Анжелика Ильинична, то есть вы, получается, можете помочь? Безусловно. Ну, кафедра психологии КИПО однозначно. Спасибо вам большое за это. Спасибо большое. Да, сегодня у нас в гостях была Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук, доцент. Большое вам спасибо, что к нам пришли. Мы вас будем приглашать почаще. С вами очень приятно видеться. Беседа. Спасибо. Приду. А мы двигаемся дальше. И следующий сюжет будет посвящен художникам. Быть может, кто-то из вас им хочет стать. Давайте узнаем, как же они живут. Мольберт повсюду кисти и тюбики с краской. Ее художник Дмитрий Шульгин разводит прямо на столе. Пишет умиротворенно, что нетипично. Чаще всего, когда мастер погружен в работу, цветные брызги летят во все стороны. Бывает, вот вечером уже солнце садится, здесь темно, в темноте заканчиваешь, оставляешь даже страшно смотреть, что там уходишь. Утром приходишь, так, что ж там было вчера. Ну, как бы вот такая игра определенная. Игра длиною в жизнь. Художественная школа, училище, собственный мольберт, первая картина. За 45 лет из-под кисти мастера вышло более 2000 полотен. Здесь больше 50 картин, написанных в разных стилях. И это только малая часть работ Дмитрия Шульгина, созданных за последние 10 лет. Кстати, некоторые полотна с секретом. Если художнику картина не понравилась, он ее закрашивает и поверх рисует новую. Именно так произошло и с этими ирисами, под ними не меньше трех слоев. Люди, журналы, черно-белые снимки, картины великих коллег. Вдохновение в каждой детали. Одну из любимых работ автор писал в сухой манере, в стиле голландских импрессионистов. Я ее случайно написал, лампочку дома вкручивал, она упала, разбилась. Я так посмотрел, живописный осколок. Написал его, потом орешки ел, орех написал. И так за неделю все, что поглощал, потягонечку дописывал. Обычно на создание картины художник тратит от 30 минут до нескольких часов. Даже самые сложные детальные работы пишет не больше недели. Считает, что вдохновение нужно расходовать быстро, пока муза не сбежала. На протяжении всей карьеры мастер экспериментирует со стилем, красками и формами. Я взял, взял, домешал. Ну и он же очень быстро застывает цемент. И это меня, скажем так, стимулировало побыстрее работать, пока он не зацементировался. Рисует Дмитрий Шульгин для души, но, как и любой творческий человек, рад признанию публики. В этот раз 30 любимых картин украсили зал крымского дома художника. У каждого полотна своя история. Например, эту картину в порыве вдохновения мастер написал всего за 20 минут, как инструмент, используя только шпатель. А здесь изображена сиеста. Возвращаясь домой, художник увидел собак, спящих в снегу у остановки. Так они и стали героями нового произведения. Это выставка пятая, юбилейная. Увидеть мир художника сквозь призму творчества пришли его друзья и знакомые. Могу согласиться, что это очень необычная картина. В ней что-то такое есть, не то от Сальвадора Дали или вообще от всех художников, вот если их всех вместе собрать. Абстракт не очень воспринимает, ну, наверное, в силу своего возраста. А весна как-то нам навевает, знаете, воспоминания молодости. Весна — это что-то новое, что-то оригинальное, что-то необычное. Ну, некоторые думают, ну, вот если так человек пишет, то что он не может реалистически писать. А на самом деле, ну, это большой мастер. Познакомиться с картинами мастера можно в Симферополе в Крымском доме художника до 4 ноября. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. От улыбки станет всем светлей. Согласен, Саша? Абсолютно верно. Всегда улыбаюсь во всех предвидные ситуации. Давайте будем все вместе улыбаться этот день, чтобы он был наполнен радостью, счастьем. А мы, как и обещали, вам поможем в этом. Приготовили с Сашей специально для вас следующее видео. Ну что, смотрим? Давайте посмотрим, что же там. Как там два друга? Мужчина и такое прекрасное, прекрасное животное. Весело шагают, прыгают. Я думаю, вот у кого у кого, а у них с настроением все прекрасно. Кстати говоря, любопытный факт. Знаешь, что, оказывается, слонов существует два вида. Бывают африканские слоны и индийские слоны. Так вот, африканские слоны, они злые, противные, и дрессировки не поддаются никакой. Они достаточно опасны для человека, даже надо сказать. А вот индийские, напротив, очень добрые, очень воспитуемые. И вот все фокусы, которые вы видите с животными, со слонами, это как раз-таки индийская разновидность. Вот давайте брать пример с индийских слонов. Раз они такие? Верно. Добрые, хорошие и доброжелательные, скажем так. У нас тоже есть такой добрый человек, доброжелательный, улыбчивый. Это Стефан Филатов. Прямо сейчас он находится на улицах Симферополя, готов с нами связаться и рассказать, что же он видит своими глазами. Стефан, доброе утро. Доброе утро, Стефан. Доброе утро, коллеги. С утром нового дня. Всех, кто уже успел проснуться и встречает это утро в нашей компании. Сейчас я нахожусь в одном из самых красивейших, самых живописнейших мест Симферополя, а именно в детском парке. И знаете ли, люблю совмещать приятное с полезным и вообще люблю очень это место. Здесь очень красиво. И кстати, пока я не ушел в лирику, пока не начал рассказывать о красоте этого места еще больше, надо рассказать срочную новость. Новость действительно срочная, потому что сегодня с 8 до 17 часов в связи с проведением ремонтных работ по многим улицам Симферополя будет отключено электричество. Сейчас зачту некоторые из улиц, которые попадают в этот перечень. Это Леси Украинки, Харьковская, Мраморная, Шахтеров, Харьковская, Общественная, Репина. И это далеко не весь список. И надо понимать, что, конечно же, по этим адресам не на всех домах, не во всех домах будет электричество отключено только в ряде домов. Ну и напомню еще раз, список это неполный улиц, гораздо больше. И для того, чтобы удостовериться, будет ли у вас в ближайшее время электричество или нет, советую всем зайти на официальные сайты Симферопольской администрации, там узнать более детально, более точно. Ну и еще раз хочу сказать, что времени у вас остается мало, потому что уже в течение 20 минут, даже того меньше, электричество отключат. Поэтому ставьте телефоны на зарядки, принимайте быстрее душ, собирайтесь и выбегайте на работу, выбегайте по своим делам. Проведите этот день хорошо, качественно, успешно. Этого хочу вам обязательно пожелать. Ну а на этом мое включение подходит к концу. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо большое, Стефан. Мы совсем скоро снова выйдем с тобой на связь. А сейчас, друзья, хочу еще раз проанонсировать, что у нас для вас есть вот такие вот билеты, которые заберет кто-то, кто угадает. Сколько же человек в команде Первокрымского и Крым-24, которые готовят по утрам для вас наш эфир? Двухчасовой, такой информативный, и мы надеемся, развлекательный. Я хочу сказать, что это далеко не два человека, не мы с Ирой, а целая большая-большая команда. Не только мы, да. Команда. Команда. Напомню, что билеты будут сегодня. Тот, кто их получит, должен сегодня прибыть на мероприятие. Уникальное действие, где будут и слоны, и дикие обезьяны из джунглей Бразилии, и попугаи, и, в общем, цирк на дроте, одним словом. Это будет 23-й чемпионат официальной Крымской лиги КВН. Сегодня в Академическом музыкальном театре в 19.00. Вот такие билеты, пожалуйста, не упустите. Это уникальная возможность побывать на невероятном действии. Саша, еще такой момент интересный. Да. Вот ты обращала внимание, что вот когда человек сидит, ходит, мы не замечаем наш нос. Но как только подумать о том, что он у нас есть, сразу же зрение замечает. Вот это такая новость, которую я прочитала в интернете по поводу мозга, по поводу того, насколько сильно влияет вообще, в принципе, то, как мы даем себе команду на что-то, да? Ну вот интересно, вот я теперь сижу и понимаю, что свой нос я счетливо вижу. Чего только не надеюсь в интернете. Там есть и очень интересные факты, которые подобрали наши корреспонденты. Давайте их посмотрим. Едва копыта успели унести. Ураган невероятной мощности пронесся по штату Южная Дакота. Порывы ветра были настолько сильными, что обрушили конструкции ветроэлектростанций. Выглядит все это устрашающе. Ну, судя по тому, что руки у оператора не трясутся, он либо отчаянный храбрец, либо уверен, что находится в полной безопасности. Самые взрослые сиамские близнецы на планете – Ронни и Донни Гейлиан из штата Огайо. У каждого мужчины собственные руки и ноги, сердце и желудок. А вот остальная часть пищеварительного тракта – общая. Несмотря на все попытки современной медицины разделить организмы братьев, пока технологии не позволяют это сделать. Впрочем, близнецы и сами не хотят хирургического вмешательства. Они живут спокойной и тихой жизнью в загородном доме, в окружении любящих родственников и этим вполне довольны. Парковые скульптуры – как отдельный вид искусства. Несмотря на простоту конструкции, состоящую из металлических трубок и тросов, эффект, создаваемый ею, завораживает. Сложно сказать, на что больше похожи сооружения – то ли на гигантского морского ежа, то ли коллапсирующую звезду. Банные процедуры – похожее любимое занятие этого ретривера, особенно когда мылят и массируют в шесть рук лучшие друзья. Что ж, и вправду одному хорошо, вдвоем лучше, а вчетвером идеально. Бавилонская башня падает. Сложно представить, сколько времени и труда потребовалось, чтобы собрать это сооружение из деревянных блоков. Но на его разрушение ушло меньше минуты. Приложных усилий не жалко. Обвал тысяч кирпичиков выглядит грандиозно. Made in China сделано в Китае. Словосочетание скорее нарицательное. Синоним не всегда качественной подделки. И не зря. Жители Поднебесной научились имитировать даже овощи. Так при помощи жидкого парафина, холодной воды и ловкости рук можно вылепить вполне реалистичную капусту. На вид аппетитно, жаль, что несъедобно. Таким осенним, но все-таки теплым и солнечным утром у нас сегодня в студии появился гость. Итак, Елена Асокина, директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения. Доброе утро. И хочется спросить, как у вас утро? Как настроение? Все хорошо. Я думаю, что ваша специфика деятельности способствует, потому что краеведение и туризм – это то, что всегда поднимает настроение. Да, конечно же, я очень довольна, что я являюсь руководителем такого замечательного учреждения. Наше учреждение – Центр детско-юношеского туризма и краеведения является подведомственным учреждением Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. И, естественно, под их руководством мы детей вовлекаем в туризм и в краеведение. Насколько активно вовлекаются дети сегодня? Современное поколение. Вы знаете, вот в течение пяти лет все активнее и активнее вовлекаются дети, потому что и здоровый образ жизни, и популяризация туризма, как во всей нашей стране, так и непосредственно в Крыму – это очень такое крупное, широкое, большое направление, и мы способствуем этому. Но для того, чтобы вовлекать детей в туризм и краеведение, вы понимаете, современные дети, они увлечены гаджетами, интернетом, да. Но, конечно, наша природа крымская. Я вообще очень люблю Крым, я крымчанка в восьмом поколении, и несу сама эту любовь, и вся моя команда, которая со мной работает, все наши педагоги, заведующие, заместители мои, они все тоже очень увлеченные люди. Что мы для этого делаем? Ну, во-первых, Центр детского и мужского туризма и краеведения – это учреждение дополнительного образования Республики Крым. То есть любой ребенок, который живет у нас в Республике Крым, может обратиться к нам и получить данную услугу. Значит, мы работаем в двух направлениях. Первое направление – предоставляем образовательные услуги детям туристского, краеведческого и физкультурно-спортивного направления. Для этого у нас работает более 60 человек-педагогов дополнительного образования. Это те же педагоги, которые работают в школе географами, учителями физкультуры, учителями английского языка. Либо у нас даже работают представители МЧС, которые нам помогают, у них там график позволяет брать небольшое количество часов и водить детей по нашим горам и вообще по нашей замечательной стране. И второе направление, то есть вначале мы обучаем, а второе направление мы проводим республиканские мероприятия – туристско-краеведческая направленность. Извините, перебью вас. Вот вы говорите два слова. Они где-то пересекаются – туризм и краеведение. Все-таки есть какое-то разделение в вашем случае? У нас есть разделение. Какого плана? Можно заниматься в кружках вот такой вот общей направленности, где есть и туризм, и краеведение, дети изучают родной край и в то же время посещают, имеют определенную физическую подготовку для того, чтобы ходить по горам. То есть это определенное преодоление себя, это определенная физическая нагрузка. Есть кружки чисто спортивного туризма, когда под руководством педагогов дети учатся работать с веревками, жумарами, карабинами, преодолевать узлы, обязательно, конечно. Преодолевать природные преграды, препятствия. Ну и тот же самый быт, ориентирование на местности. У нас в этом году достаточно большое количество педагогов-ориентировщиков, которые имеют определенные регалии, это мастера спорта занимаются с детьми. Ориентирование на местности, вот это основной вид их деятельности. Я считаю, что ориентирование тоже очень интересно. Ты не только бежишь физически, но ты еще должен по карте ориентироваться, понимать структуру природы. А вот, тем не менее, краеведение все-таки наука. Пишут ли у вас, дети, какие-то научные работы по краеведению? Да, у нас, ну вот я хотела сказать, что все наши мероприятия, которые проводим под руководством Министерства образования, они имеют определенную структуру. То есть это муниципальный уровень, республиканский уровень, это мы, и мы отправляем детей на всероссийский уровень. И в зависимости от этого есть системообразующие в Российской Федерации мероприятия, в которых мы принимаем участие. Это отечество, краеведческое мероприятие, краеведческую олимпиаду мы проводим, и называется у нас патриотическая конференция «Крым – наш общий дом». Елена Анатолия, к сожалению, у нас осталось буквально 30 секунд. Я вас очень прошу рассказать, как вас найти, чтобы после нашего эфира к вам просто поток школьников ринулся. Мы находимся на улице Турецкая, 8. Кроме того, у нас есть турбаза, которая находится на улице Крылова, 75. И на следующий год, я все так же повторяю, благодаря Министерству образования Наталье Георгиевне Гончаровой, нам выделены средства на ремонт, капитальный ремонт Крылова, 60. Здесь мы будем делать учебный центр, где и будем непосредственно заниматься с детьми. Кроме того, у нас еще есть канатный городок и скалодром. Все родители могут обратиться к нам и записать детей в кружок. Кроме этого, нам еще для того, чтобы ребенок нормально пришел и занимался в кружок, естественно, должна быть справка от педиатра. То есть мы следим за безопасностью. Спасибо большое. Будем надеяться, что все больше и больше будет идти, приходите именно к вам. А мы напоминаем, что сегодня в студии была Елена Асокина, директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы двигаемся дальше. И о том, насколько красота важна, и какие мероприятия именно на эту тематику проходят на нашем Крымском полуострове, узнавал наш корреспондент Александр Кононов. Прямо сейчас на сцене состоится одна из самых жарких и ярких частей этого шоу. Конкурс купальников. Мужчины, не переключайтесь. Стоп, стоп, стоп. Не будем пока торопиться, люди. Так выглядит закулисье конкурса красоты. Стилисты, парикмахеры и визажисты порхают над участницами. Девушки ждут своей очереди. А пока есть время, шутят, смеются, делятся впечатлениями. Конечно, настроение волнительное, но я думаю, что мы все достойны победы. Я даже не понимаю, что вот это уже через два часа. Мы так долго готовились, старались, и я думаю, что все пройдет на высшем уровне. Скажи, пожалуйста, будет ли кулинарный конкурс? Кулинарный нет, но я бы что-нибудь приготовила. Я очень люблю готовить. Готовы победить? Да. Красотки волнуются, но виду не подают. Вокруг атмосфера полного спокойствия и расслабленности. Участницы и организаторы погружены с головой в работу. Чем ближе к конкурсу, тем больше волнения, или вы уже, наоборот, успокоились? Наверное, больше волнения чувствуется. Рабочая сторона у вас есть или нет? Есть. А какая рабочая? В основном левая. Но каждый фотограф все равно в основном. Обстань, пожалуйста, своей рабочей стороной, покажись. Бухгаля через несколько мгновений этот занавес откроется, и девчонки покажут себя во всей красе. Ну а пока что процесс репетиции. Раз, два, три, четыре. Поехали. Гвоздь программы конкурса – певец Ираклий. По словам исполнителя, крымские девушки особенно хороши. А он уж в этом вопросе знает толк. Сразу приходит шутка в голову относительно того, что не бывает некрасивых женщин. Вы знаете окончание, но я так не считаю. Четыре выхода – визитка, свадебные, вечерние платья. И, конечно же, вишенка на торте этого шоу – выход в купальниках. Между номерами красавицам приходится волноваться. Бушуют страсти, бурлят эмоции. Возникают трудности с переодеванием. Но не у всех. Каждый раз первая переодеваешься, первая сюда приходишь. В чем твой секрет? Ну секрет ни с чем, просто я выхожу самая первая. Поэтому нужно как можно быстрее переодеться. Но может быть у тебя есть какой-то способ скоростного переодевания? Растегиваю, снимаю, так же быстро одеваю. На очереди выход в свадебных платьях. Традиционно это один из самых трогательных элементов шоу. Мы куда-нибудь в ресторан сходим. Ты как раз вот уже в свадебном. Да. Ты согласна? Нет. Почему? У меня конкурс. Этот конкурс заставил поволноваться не только участниц. Зрители переживали не меньше девушек и поддерживали красавиц овациями. Но все уже позади. Финал. Жюри вынесла свой объект. Я безусловно рада. И это было неожиданно. Но как я уже говорила, я верила в себя, я верила в победу. Спасибо большое, кто меня пришел поддержать. Кто меня верит. Ну ты счастлива? Я безумно счастлива. Что ты теперь будешь делать? Дальше представлять Крым на международной арене. Ты готова к этому? Готова. Ну тогда мы желаем тебе удачи. Спасибо большое. Параметры 90-60-90 остались в прошлом. Сегодня важнее продемонстрировать свою уникальность. Этот конкурс красоты запомнится надолго. Особенно мужчинам. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Снова доброе утро, крымчане. Особенно все те, кто присоединился к нашему эфиру. Заваривайте вкусный чай, кофе. Пожалуйста, съешьте что-нибудь вкусное. Вкусное шоколадку, круассан, я не знаю, и за нас тоже, пока мы вам вещаем. А мы это делаем на двух телеканалах. Первый крымский, Крым 24. Напомню, сегодня Александр Ткачев и Ирина Борелев. Ну что же, я думаю, что есть смысл начать с того, что анонсировать. Чего же ждать от сегодняшнего эфира? Давайте узнаем это из следующего материала. Графический дизайнер или биоинженер. Какие профессии будут востребованы через десятки лет? И как школьникам сделать правильный выбор? Наблюдение, квалифицированная помощь и женская консультация. Симферопольскому клиническому родильному дому номер один исполнилось 111 лет. Мольберт, кисти и тюбики с краской. Какие особенности включает в себя творческая работа художника? 205 лет назад английский хирург Джозеф Карпи провел первую официальную пластическую операцию в Лондоне. Об этом и многом другом в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». На часах 2 минуты 9-го. А это означает, что пришло время узнать самые актуальные и самые интересные новости, которые только смогли собрать корреспонденты телеканала «Крым-24». Ну что же, приступим. Электронное оборудование, полимерные трубы, новые насосные станции. В Крыму потратили около 130 миллионов рублей на обновление котельных и тепловых пунктов. Елена Байрамова проверила, насколько в республике готовы к холодам. Сложное переплетение коммуникаций. Контролировать малейшие изменения в этой системе – обязанности оператора котельной Светланы Синчуриной. Работает с аппаратурой 12 лет. Сейчас я смотрю расход через сетевую воду и подпитку, чтобы она не превышала нормы. Если что-то превышает, мы регулируем это все, смотрим за котлами. Это у нас температура, которую мы подаем. 73, обратка 54. Это у нас подпитка. Вот там 6,0 на 2,8. Этой котельной на Северном переулке в Симферополе более 40 лет. Чтобы не было сбоев подачи тепла, требовалась серьезная модернизация объекта. В этом году потратили почти 9,5 миллионов рублей на ремонт и замену оборудования. Видите, уже на смену старым манометрам приходит более новое, более современное электронное оборудование, которое более точно и более экономично работает. Вот это уже смонтировано новое электронное оборудование, которое практически само регулирует необходимые параметры для выработки тепловой энергии. Наша котельная рассчитана на выработку тепловой энергии в размере 32 ггкал. Всего в Симферополе 51 котельная и 91 тепловой пункт. Они готовы к зиме на 100%, а сети на 99%. 1% это то, что мы сейчас применяем новые технологии в сфере теплооснабжения. Это использование полимерных труб. Вот сейчас на данный момент на Балакуна-9 меняются 4 трубы. 2 трубы горячего водоснабжения и 2 трубы теплооснабжения. Вот мы их завершим, и у нас практически тепловые сети, все будут готовы к отопительному сезону. Раньше жильцы домов по улице Валдайска и проспекту Победы часто жаловались зимой на погоду в доме. За лето проблемы полностью устранили. Здесь промыли трубопровод, почистили бойлер, заменили измерительную аппаратуру. Система полностью готова к старту. Для запуска тепла достаточно открыть вот эту задвижку. Все объекты прошли проверку. Официальный старт отопительному сезону еще не дан, но в некоторых учреждениях он уже начался. Все потребители в этом году у нас получат качественный теплоноситель. Сейчас мы уже убедились, что котельная уже работает по поручению главы Республики Крым. У нас уже начат отопительный сезон для объектов здравоохранения, для детских дошкольных учреждений, для общеобразовательных школ. Подготовка началась еще весной. Работу провели масштабную. Всего в Республике 251 котельная и 160 тепловых пунктов. На ремонт и модернизацию устаревшего оборудования и изношенных сетей потратили почти 130 миллионов рублей. Елена Байрамова, Андрей Заричный, Новости 24. Уникальные технологии и современный подход. В Симферополе строители начали ремонт автомобильного моста на улице Гагарина. Уже очистили всю бетонную конструкцию. Параллельно идут работы на мосту по улице Толстого. Его должны сдать раньше назначенного срока. В строительные тонкости вникла Виолетта Корнячук. Мост на улице Гагарина в Симферополе не ремонтировали с момента его строительства. Опорные части просели, пролетные балки частично разрушились. Строители уже обработали поверхность конструкции от пыли и очистили ее от грязи и лишних деталей. Теперь готовят смеси для укрепления объекта. В 2018 году переход признали аварийным. Сегодня для его полного восстановления используют новейшие полимеры. Их поставляет в Крым крупнейшая российская корпорация. Материал полностью устраняет дефекты балок и позволяет равномерно распределить нагрузку на весь мост. Разберем мост, рассоединив все балки, поднимем их, заменим резиновые опорные части. И также будем лить сверху бетон, лечить этот бетон. Параллельно идут работы на улице Толстого. На верхней части конструкции строители уже залили выравнивающий слой бетона. Его отмывают от пыли, шлифуют и готовят к гидроизоляции, а впоследствии к защите от повреждений. Под мостом также все трещины, сколы и обвалы устраняют. По словам подрядчика, самые сложные работы выполнены, кроме одной задачи. Эти рухнувшие плиты в свое время были подмыты рекой, из-за чего произошел обвал. Теперь строителям придется установить с внутренней стороны защитную опалубку, чтобы удержать грудь. Нужно заново отлить бетонное укрепление и отремонтировать сваи. Работать приходится в непростых условиях. Камни осыпаются, сверху льется вода. Всюду шлифовальная пыль. Отсюда люди вышли, чтобы не обвалилось ничего на голову. Вот сейчас вот даже вода, видите, течет оголенная арматура. Это мост сверху моется. Где-то наверху можно видеть уже опалубки, где залит бетон. Значит, ну с той стороны, но более явно туда пройти очень сложно. Готовность этого объекта более 50%. Срок сдачи – ноябрь. Но, по словам подрядчика, его планируют завершить раньше указанных сроков. Виолетта Горничук, Анатолий Агеев, Новости 24. Совсем скоро. Уже на следующей неделе в детский сад номер 36 в Симферополе распахнет двери для 260 малышей. Учреждение построили по федеральной целевой программе. Алина Бакланова выехала на место и проверила, действительно ли все готово к встрече с маленькими симферопольцами. До открытия детского сада остались считанные дни. Наталья Симонова знает все тонкости последних приготовлений. Уже начинают приобретаться игрушки, посуда. На сегодняшний день вся мебель уже, как положено по санпину, закреплена к стенам. Также у нас уже в спальнях приобрелось постельное белье, покрывало. То есть садик потихоньку доукомплектовывается. Устраняются все существующие недочеты для того, чтобы наши дети как можно быстрее зашли в детский сад. Они действительно были. Сад на 260 мест строили в рамках федеральной целевой программы. В конце августа с визитом сюда приезжал глава Крыма Сергей Аксенов. Сделал ряд замечаний. В том числе обратил внимание. Шкафчики для одежды, системы для сушки и обогрева не подключили к электропитанию. Были устранены недостатки, которые были выявлены в результате проверки. Они были незначительные. Поэтому это и по зданию, и по фасаду здания. За это время были высажены зеленые насаждения. Уже оборудовали медицинский кабинет. Сюда привезли измерительные приборы, кушетку и шкафы. Осталось только наполнить их лекарствами. Подготовили и место для активных игр. В спортивный зал тоже закупили новое оборудование. Стеллажи заполнили инвентарем. Появилась беговая дорожка. Педагоги и тренеры продолжают готовить помещения для комплексных занятий физической культуры, чтобы развить у детей все необходимые навыки. На приобретение мебели, игрушек и другого инвентаря из муниципального бюджета выделили 4 миллиона рублей. Сад откроет двери для детей уже в понедельник, 28 октября. Симферопольским городским советом 18 октября депутатским корпусом было дано согласие о принятии на баланс дошкольного учреждения, находящегося на территории школы номер 36. Отделом дошкольного образования выписано 272 путевки. Очередь в дошкольные учреждения в Симферополе сохраняются. В ней еще около 6 тысяч ребят. К концу года в крымской столице откроется еще 6 детских садов, 4 из которых модульные. Алина Бакланова, Рустам Файзулин, Новости 24. Крымские фабрики мороженого расширяют географию, а специалисты не перестают удивлять новыми видами десерта. Теперь наш продукт официально представлен и в Китайской Народной Республике. Елена Бережная оценила вкус и качество на предприятии в Симферопольском районе. Приготовить тонны холодного лакомства для наших мастеров не проблема. Да и рецептом тут охотно делятся. Главный секрет вкусного десерта – натуральные продукты. Молоко, сахар, сгущенка, масло. Вот, пожалуй, основные ингредиенты. Сюда на пастеризацию поступает уже практически готовое мороженое. Затем смесь охлаждается и перегоняется наверх. Следующий этап – фасовка. Продукция уже заслужила авторитеты в других регионах России. Москва, Краснодар, Дагестан и не только. Теперь купить наше мороженое можно и на китайском рынке. Первая партия крымского производителя уже прибыла в Поднебесную. У нас сегодня очень знаменательный день. Мы получили, наконец-то, карантинный сертификат. И можем спокойно продавать свою продукцию на территории Китайской Народной Республики, которая там уже в наличии, которая там уже присутствует. Вот, но это первые шаги наши скромные. Эта фабрика – отличный пример, когда инвестиции заходят в село. Оборудование отвечает всем современным техническим требованиям, а мороженое – пожеланиям крымчан. У нас в Крыму получился свой продукт, очень хорошего качества, который сразу занял достойное место. И это очень важная часть. Для нас создание рабочих мест, особенно сельских поселений, является задачей и задачей. Насколько нам удастся это успешно сделать, настолько и будет определено будущее всего Крыма. В ближайшее время недалеко от этого сладкого производства построят сыроварню. Так в Крыму появится еще одно предприятие и дополнительные рабочие места. Елена Бережная, Антон Лукьяненко, Новости 24, Симферопольский район. К этому часу у нас вся информация, но мы будем следить за развитием событий и непременно оповещать вас обо всем, что происходит на полуострове. Так же, как я слежу за тобой. И что же ты заметила необычного? Я заметила, что ты очень стараешься и любишь свою работу. И искренне стараешься утро наших телезрителей делать счастливым и радостным. Ты права. И прямо сейчас я готов осчастливить того человека, который уже выиграл эти замечательные билеты. Евгений Репуленко. Именно вы являетесь обладателем этих двух билетов. Пожалуйста, сегодня в течение дня подойдите на пропускной пункт крымского телевидения, телерадиокомпании «Крым», студенческая, 14. По вашей фамилии, по паспорту вам выдадут эти билеты. Абсолютно правильно вы ответили. Действительно, в организации одной программы «Утро нового дня» участвует на секундочку. Внимание, внимание. Сколько? 22 человека. Это ни много, ни мало. Иногда еще больше. Представьте, какая большая команда людей, единомышленников, работает ежедневно, чтобы обрадовать вас в начале этого дня. Новыми новостями. Новыми новостями. Разными сюжетами, интересными, прикольными. То есть не один человек, не только мы, Саша, но у нас целая семья. 22 человека. Большая дружная семья. Ну что же, в семье, как все известно, всегда царит дружеская атмосфера. Но такой ли будет атмосфера сегодня на улице? Давайте узнаем из следующего сюжета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, я предлагаю озвучить еще раз погоду для тех, кто вдруг не услышал или хочет даже сделать заметку себе где-нибудь в тетрадке или на листке. Итак, в Симферополе переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, а температура воздуха будет 21 градус тепла. Очень похожая погода и в Севастополе. Переменная облачность без осадков, ветер восточный до 10 метров в секунду, а днем вот столбик термометра поднимется до 21 тепла. Южный берег Крыма. Аналогичная ситуация, довольно-таки приятная. Переменная облачность без осадков, что самое главное, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду и температура воздуха днем 21 градус тепла. Керчь малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду, температура воздуха днем до 19 тепла. Но вот знаешь, что меня удивляет? Всегда, 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 всегда. Вот мы сейчас с тобой озвучили прогноз погоды, везде приблизительно одинаковая температура и, в общем-то, облака отсутствуют на небе, что тоже радует. Но нужно сказать, что совсем скоро Крым разделится на две большие части. Большая часть, где будет холодно, даже минусовые температуры. И южная часть, южный берег Крыма, где всегда будет, даже зимой, очень приятная, комфортная температура. И вот я удивляюсь, как же так? Казалось бы, переезжаешь только перевал и попадаешь совершенно в другой мир. Немножко обидно, что мы, казалось бы, всего лишь в 40 километрах, а так отличается климат. Если посмотреть на это под другим углом, как хорошо, что меняется ситуация. Вот захотел, чтобы тебе было тепло, побывал в одном уголке Крымского полуострова, захотел холодно, поехал в другой. Ой, везде можно найти положительные стороны. Но я бы предпочел, чтобы всегда было тепло. Ну, по крайней мере, я знаю один из вариантов решения этого события. У нас есть Стефан Филатов, наш мобильный корреспондент, который согреет вас своим рассказом. Стефан, доброе утро. Доброе утро, коллеги. С утром нового дня всех, кто встречает это утро вместе с нами, кто присоединился к нашему эфиру. И должен вам признаться, что солнце вышло. Это говорит о том, что все-таки на улицах Симферополя уже стало потеплее и даже уже приятно. И погода не доставляет никакого дискомфорта. Кстати, нахожусь я сейчас в центре Симферополя, на улице Гоголя. И пока что заметил здесь несколько инцидентов, когда собиралась небольшая пробка. Казалось бы, может быть, все обойдется. Но мы это с вами знаем прекрасно, что это просто затишье перед бурей. И пробки, конечно же, будут. Поэтому по традиции вам пожелаю выходить из дома пораньше, чтобы успеть на работу, успеть на учебу. И в продолжении темы хотелось бы рассказать вам о том, что правительство Симферополя повысило сумму трансферов. То есть речь идет о деньгах, которые предусмотрены на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». Да, такая программа действительно реализуется на полуострове. Так вот, что касается Симферополя, по Симферополю выделено 400 миллионов рублей на реализацию этой программы. И также есть сведения о том, что данная программа будет проходить и в Симферопольском районе. На нее выделено, правда, чуть меньше, 300 миллионов рублей. Но в общей сложности это 700 миллионов рублей. К сожалению, данных других нет о процессе реализации этой программы, о сроках ее, о прогрессах. Но я вам обещаю, что эту информацию займусь ей, найду все достоверные данные. И, может быть, в каких-нибудь следующих эфирах обязательно с вами ей поделюсь. Но пока что мое включение на этом подходит к концу. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Стефан. Мы верим тебе на слово, что именно так ты и сделаешь. А мы двигаемся дальше. И вот, Саша, буквально недавно я готовила сюжет на тему кукол. И вот мастерицы, золотые руки для меня, да, вот я была очень удивлена, как люди могут делать такие классные, креативные работы, но больше традиционные, я бы так сказала. Потому что в моем сюжете были куклы Мотанки, Тильды, то есть с культурным таким, с культурной подоплекой. Но немножко о другом. Посмотрите видео. Один из британских мастеров вот такие вот креативные, прикольные куклы создает. И я бы, если честно, сама бы не отказалась приобрести или даже принять в подарок такую куклу. Куклы-хипстеры какие-то. Неформалы, я бы сказал. Креативные, посмотри. Яркие, сочные, цвета волос. В Советском Союзе бы такого не допустили. Сразу бы написали Сталину до ногтей. Что это за кукла, которая должна воспитывать в людях самые высокие качества, моральные в первую очередь? Кукла в татуировках. Я согласна. С розыми волосами. Это же кошмар. Но время же сейчас какое. Посмотри, сколько людей ходит с розыми волосами, с татуировками. Время нынче страшное. И вообще, конечно, тут же вспоминается у «Времена у нравы» знаменитая поговорка латинская. У «Темпера у морис». Я к чему это говорю? Времена, нравы – это все составные части истории. Хронограф расскажет вам о том, чего же, собственно говоря, произошло сегодня, что же произошло сегодня, но много лет назад. Давайте узнаем из этой рубрики. 23 октября 1814 в Лондоне впервые официально провели пластическую операцию. Английскому хирургу и анатому Джозефу Карпию удалось восстановить лицо солдату, утратившему в бою кончик носа. В основу методики легли учения индусов, которые еще в первом веке до нашей эры пересаживали кожу, солба или щек для компенсации косметического дефекта. За столетия пластическая хирургия стала отдельной отраслью медицины. В 21 веке наука разделилась на два основных направления – реконструктивное и эстетическое. Реконструктивные операции устраняют деформации и дефекты тканей, полученные при травмах и болезнях. Эстетическое направление улучшает нормальную внешность. По статистике, сегодня ежегодно под нож пластического хирурга ложатся более 5 миллионов человек, 60% из которых – женщины. Дорогие друзья, еще раз напомню, что сегодня состоится полуфинал КВН 23-го чемпионата официальной лиги КВН, который пройдет сегодня в музыкальном театре в Симферополе. И если вы все-таки решите посетить это прекрасное мероприятие, я вам советую заранее заправить бак бензина. А для того, чтобы это сделать, давайте узнаем, сколько же сегодня стоит топливо. Мы подготовили специальную информацию, так сказать, официальную сводку. Итак, 1 литр газа сегодня стоит 22 рубля 92 копейки. Дизельного топлива 50 рублей 42 копейки. 92-й бензин 44 рубля 79 копеек. 95-й 49 рублей 23 копейки. 98-й 56 рублей 53 копейки. Мы знаем точно, что курс валют крепко привязан к курсу на топливо. Итак, доллар сегодня стоит 63 рубля 63 копейки. За последние сутки он упал порядка 15 копеек. Евро сегодня стоит 70 рублей 91 копейку. Он тоже упал и сдал в позициях порядка 10 копеек. Ну что ж, таковы, собственно говоря, изменения на валютном рынке. Давайте теперь поговорим о чем-то более возвышенном. О чем-то более возвышенном и приятном, я бы так сказала. Да, есть тебе что рассказать? Конечно, есть что. Вот вчера, например, я анонсировала, что за прошлую неделю было зарегистрировано 116 браков, но вот и не сказала, что 108 деток было рождено. Только про имена мы успели поговорить. А вот о том, что мальчиков больше, чем девочек, мы не успели поговорить. Как тебе вот такая тенденция? Я считаю, что защитников, когда больше, это замечательно. Абсолютно верно. Хотя, знаешь, я удивлен, это, наверное, хорошая новость, потому что традиционно всегда демографическая ситуация складывается так, что суммарно женщины больше. Девочек больше. Да, здесь мальчиков больше родилось. Ну что ж, пожелаем им многое лето. Наверняка большая часть этих ребят родилась в первом роддоме, который располагается в Симферополе. Это историческое здание, историческое место. Многие симферопольцы именно там появились, на свет. Это заведение празднует свой день рождения. Давайте узнаем об этом из следующего сюжета. Квалифицированная помощь, наблюдение или близкое территориальное расположение. Беременной женщине не всегда легко определиться с больницей, в которой она решится рожать. Но Владислава долго не раздумывала. Когда-то в стенах Симферопольского клинического родильного дома номер один и она сама появилась на свет. Обязательно должен быть трепетный персонал. Все были очень внимательные ко мне, все поддерживали морально и физически. С именем тоже определились сразу. Мы уже шли в роддом и знали, как назовем. Александр. Муж Владиславы присутствовал при первом крике своего малыша. Поднимал боевой дух молодой мамы. По словам Зеры Муталиповы, врача-акушер с более чем 30-летним стажем в присутствии отца на родах с каждым годом приобретает все большую популярность. Раньше их не было вообще. Они были только под окнами родильного дома. Эмоционально это большая поддержка. И для мужчин, как я вижу, это такая духовная сила в них появляется. Очень многие мужчины по факту рождения своих детей, они плачут. И такие слезы, это настоящие слезы мужчин. Зера пришла работать в этот роддом больше 19 лет назад. За это время здесь все кардинально поменялось. Раньше в одной палате размещалось 5 женщин. Теперь каждая комната индивидуальна. Зданию, в котором сейчас находится родильное отделение, в этом году исполняется ровно 55 лет. Ежегодно здесь появляется на свет около 2,5 тысяч детей. 500 из них с помощью кесарево сечения. Монитор слежения за малышом. Оборудование для возможной реанимации новорожденного. Высокотехнологичная кровать, которая помогает женщине занять наиболее удобное положение. Комната для родов оснащена всем необходимым. Вот когда заходишь в палату, даже не верится, что это палата в больнице, потому что все выглядит так уютно. Картины на стенах, цвета подобраны в тон. Действительно, мы с вами находимся в родильной комнате. Даже само название говорит о том, что хоть это и медицинское учреждение, и палата медицинского назначения, но в родах очень важно создать такие условия женщины, чтобы она чувствовала себя комфортно. Три года назад масштабная реконструкция началась и в гинекологическом отделении. Помимо внешней отделки, полностью обновили медицинское оборудование. До ремонта здания этой операционной, по сути, не существовало. Лишь потом здесь появилась лапароскопическая стойка, аппарат искусственной вентиляции легких и современные мониторы слежения. Благодаря им появилась возможность проводить эндоскопические операции. Этот корпус 25 лет исполнял функцию хирургического отделения, а в 30-х годах прошлого века здесь начали работать с роженицами. Мы с вами находимся в здании памятника архитектуры, которое было построено в 1908 году как первое медицинское учреждение на территории города Симферополя. Ему в этом году 111 лет. Чтобы отпраздновать такую дату, сотрудники больницы запустили акцию. Для участия в ней надо было лишь опубликовать фото в соцсетях. Более 500 снимков объединили в одну большую фотомозаику. Теперь они навсегда вписаны в историю Симферопольского родильного дома номер один. Дарья Шарипова, Максим Турчев. Утро нового дня. На календаре 23 октября. Настроение прекрасно. И у нас в студии такая солнечная девушка. Итак, Александра Федяй, руководитель обособленного подразделения Государственный центр социальных программ «Контакт». Доброе утро. Доброе утро. Сразу же предлагаем перейти к обсуждению темы, которая была заявлена. И в первую очередь хочется спросить, чем же занимается у вас в центре? Какие цели, задачи? Что вы делаете? В первую очередь, конечно, наш центр занимается профилактикой противоправных действий, которые могут совершить несовершеннолетние. Это буквально двух словах, потому что я знаю, что у нас время ограничено. И в первую очередь я хочу отступить немножко от темы. Сегодня просто у меня такое необычное утро. То есть я вас смотрю по телевизору, когда собираюсь на работу. Сегодня я уже здесь, то есть по другую сторону экрана. Это очень приятно, потрясающая передача. И очень рада, спасибо большое, что вы пригласили. Вам спасибо, что пришли, конечно, из этого классного. Поэтому мне очень здесь комфортно, потому что я вас знаю. Теперь мы вас. Поближе теперь. Теперь вы меня знаете. Конечно, мы занимаемся именно профилактикой с ребятами, которые в зоне риска, которым могут совершить уголовное преступление, либо административное правонарушение, либо те, которые уже совершили. И одно из направлений профилактики, именно мы сейчас уже говорим о профилактике, как массовым таким словом, это социодрама. Я бы хотел немножко перед тем, как поговорить о социодраме, спросить, а вот с какого, по какой возраст, скажем так, молодые люди являются вашими водопечными? До 18 лет, но те, которые совершили уголовное преступление, до 19. До 19. То есть вы с ними работаете и помогаете им, так сказать, войти обратно в социум? Да, потому что... Конечно, если несовершеннолетняя совершила либо административное правонарушение, либо уже уголовное преступление, это стресс. И уже наша задача для того, чтобы сказать ничего, ну, это не конец. У нас работает бесплатный юрист, бесплатная помощь психолога. Мы работаем со всеми структурами, которые также субъекты профилактики в городе Симферополе. И поэтому комплексный подход, как помочь ребенку выйти из такой ситуации, которая с ним произошла. Но подход комплексный, конечно, но индивидуально мы стараемся с ребенком найти то, что действительно ему нужно. Как именно ему помочь индивидуально? Только ему. Александра Николаевна, ну вот теперь вот это вот слово. Я когда вот читал сценарий, социодрама, думаю, боже, наверное, какой-то театр. Все правильно. Шекспир? Нет, это не Шекспир. Буквально вот расскажу, что это такое. Социодрама – это действие из пяти картин. Первая картина – это «Гаджетозависимость». Вторая – «Мой друг-наркоман». Третья – «Постановка на учет». Четвертая – это «Депрессия». Девушку бросил парень. И пятая картина – это «Выбор профессии». Когда идет действие на сцене, останавливается… То есть это кино, фильмы, да? Нет, это театр. Театральная представление, которая показывает. И актерами являются те самые дети? Нет, актерами являются у нас из театральной студии «Терлям» под руководством Виктории Ивановой. Спасибо ей тоже огромное за то, что она откликнулась на нашу просьбу именно проведения такого профилактического мероприятия, именно массового. Актеры играют на сцене, неожиданно стоп-кадр, и выходят в зал психолог, который рассказывает несовершеннолетним, которые находятся в зале, о том, что давайте, ребята, с вами обсудим, что же произошло на сцене. Как вы думаете, как можно выйти из этой ситуации, которая происходит? Ну вот, допустим, у нас есть о том, что друг-наркоман. Останавливается действие, актеры замирают, и уже идет обратная связь с залом. Вот скажите, эта проблема, как ее решить? Есть ли у вас такая проблема? Может быть, у ваших каких-то знакомых? И таким образом, наша задача в первую очередь для того, чтобы подростки, они сами подумали, как найти решение из этой ситуации. И действительно, у нас очень обратная связь хорошая именно с ребятами, потому что я всегда на каждой социодраме стараюсь по мере своей занятости сидеть в зале для того, чтобы услышать обратную связь. И действительно, я там слышу, ой, ты знаешь, а у меня вот с соседом такая ситуация. А вот ты знаешь, а у меня вот тоже когда-то вот была депрессия, меня парень бросил. И мы, получается, пытаемся донести до ребят о том, что есть выход из любой ситуации, к кому можно обратиться. И они сами идут на контакт, и они рассказывают действительно пути решения вот той или иной проблемы. Скажите, вы назвали пять таких паттернов поведения, да? Но ведь наверняка их гораздо больше. Существуют какие-то другие, ну скажем, картины из жизни? Картины из жизни другие существуют. Но сейчас, так как мы только начали с сентября месяца проводить вот именно такую профилактическую работу на территорию города Симферополя, поэтому нам сейчас нужно именно, работаем в этом направлении. Как только мы уже поймем о том, что это не актуально, у нас будут уже и другие. Вы сейчас сказали слово впервые. Действительно, насколько я знаю, эта методика очень активно применяется в Москве, в Санкт-Петербурге, скажем, в столицах, теперь в столицу Крыма. Она тоже приехала, так сказать. Да, потому что мы же обособленное подразделение Санкт-Петербургского государственного учреждения Центра «Контакт», которое в следующем году 25 лет. И как раз в нашем центре, который в Санкт-Петербурге, очень активно идет показ именно социодрамы. И поэтому мы опыт наших коллег из Санкт-Петербурга теперь уже применяем на территории города Симферополя. Я все же хочу вернуться к самой социодраме. Получается, каждый день будет по такой картине, которая идет поэтапно, или не на каждую ребята приходят? Как вот, все пять должны пройти, подростки, каждый из них, или нет? Или все-таки частично, выборочно? Я поняла. Дело в том, что у нас есть соглашение с образовательными учреждениями города Симферополя, и мы когда понимаем о том, что необходимо провести профилактическую работу в том или ином образовательном учреждении, и социодрама идет около часа вместе с обсуждением. Соответственно, мы приходим в образовательное учреждение, подготавливается актовый зал, и уже сами социальные педагоги, администрация образовательного учреждения решает, именно какая параллель должна посмотреть. И они действительно, это в основном 9, 10, 11 классы, которые действительно переходной возраст, которые эти темы могут коснуться, и они просматривают абсолютно все. И вот социодрама, она идет в том, что вытекает одно из другого. Александра Николаевна, раз это так популярно, стало быть, это эффективно? Есть какие-то данные на этот счет? А сейчас, так как мы, в принципе, еще только, к сожалению, недавно занимаемся этим, и мы сейчас, идет у нас подсчет, мы это уже сделаем какие-то выводы уже к концу этого года, но обратная связь, она есть. А по столичным филиалам есть какая-то эффективность? Конечно, потому что если бы не было эффективности, соответственно, она бы уже не применялась бы так долго. Но какая из сценок пользуется наиболее, скажем, оживленным интересом? Наверное, вы знаете, депрессия. Депрессия? Депрессия, потому что это такая очень эмоциональная сцена, девочка настолько, актриса передает эти все эмоции, она чуть ли на сцене не плачет, и там, ну, потрясающая ее игра, и ребята очень отзываются на это. И действительно о том, что это такой возраст, там, как раз 15-16 лет, и, в принципе, каждый, там, девочка с этим сталкивалась, а мальчики, они не понимают, что действительно может быть такое, о том, что неужели они действительно переживают. Девочка, который бы тоже не пережил несчастную влюбленность. Да, но они же так и всегда думают о том, что мне хуже, чем кому-то, а на сцене девочка настолько страдает о том, что они уже начинают задумываться, они действительно можно так вот больно сделать человеку. Александра Николаевна, к сожалению, время нашей беседы подходит к концу, но, тем не менее, я бы хотел вас перед ее окончанием попросить все-таки рассказать, куда обратиться, если вдруг возникают такие проблемы? Или вы сами находитесь в своих пациентах? Нет, у нас получается очень хорошее взаимодействие в городе Симферополе. Мы находимся на улице Горького, 5, центр «Контакт». И так как мы сотрудничаем со всеми образовательными учреждениями города Симферополя, думаю, что администрация, если что, обязательно нас найдет, потому что есть «Контакт». Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что совсем недавно мы перешли на цифровое вещание полностью? Конечно. Теперь я хочу вас во знаменование этого события пригласить на нашу фотозону и там запечатлеться. С удовольствием. Да, а пока мы идем, я напомню, что у нас в студии была Александра Федя, руководитель обособленного подразделения «Государственный центр социальных программ «Контакт». Ира, я предлагаю тебя встать между нами. Конечно. Прошу вас. Напоминаю еще раз, мы с вами смотрим прямо, улыбаемся, считаем раз, два, три и говорим цифры. Ну что, раз, два, три, цифра! Прямо сейчас на сцене состоится одна из самых жарких и ярких частей этого шоу. Конкурс купальников. Мужчины, не переключайтесь. Стоп, стоп, стоп. Не будем пока торопиться быть. Так выглядит закулисье конкурса красоты. Стилисты, парикмахеры и визажисты порхают над участницами. Девушки ждут своей очереди. А пока есть время, шутят, смеются, делятся впечатлениями. Конечно, настроение волнительное, но я думаю, что мы все достойны победы. Я даже не понимаю, что вот это уже через два часа мы так долго готовились, старались. И я думаю, что все пройдет на высшем уровне. Скажи, пожалуйста, будет ли кулинарный конкурс? Кулинарный нет, но я бы что-нибудь приготовила. Я очень люблю кулинарный. Готовы победить? Да. Красотки волнуются, но виду не подают. Вокруг атмосфера полного спокойствия и расслабленности. Участницы и организаторы погружены с головой в работу. Чем ближе к конкурсу, тем больше волнения? Или вы уже, наоборот, успокоились? Не успокоились. Наверное, больше волнения чувствуется. Рабочая сторона у вас есть или нет? Есть. А какая рабочая? В основном левая. Но каждый фотограф все равно по сону будет. Обстань, пожалуйста, своей рабочей стороной. Покажись. Буквально через несколько мгновений этот занавес откроется, и девчонки покажут себя во всей красе. Ну а пока что процесс репетиции. Раз, два, три, четыре. Поехали. Гвоздь программы конкурса – певец Ираклий. По словам исполнителя, крымские девушки особенно хороши. А он уж в этом вопросе знает толк. Сразу приходит шутка в голову относительно того, что не бывает некрасивых женщин. Вы знаете окончание, но я так не считаю. Четыре выхода – визитка, свадебные, вечерние платья и, конечно же, вишенка на торте этого шоу – выход в купальниках. Между номерами красавицам приходится волноваться. Бушуют страсти, бурлят эмоции. Возникают трудности с переодеванием. Но не у всех. Ты каждый раз первая переодеваешься, первая сюда приходишь. В чем твой секрет? Ну, секрет ни с чем. Просто я выхожу самая первая. Поэтому нужно как можно быстрее переодеться. Но, может быть, у тебя есть какой-то способ скоростного переодевания? Растегиваю, снимаю, так же быстро одеваю. На очереди выход в свадебных платьях. Традиционно это один из самых трогательных элементов шоу. Куда-нибудь в ресторан сходим. Ты как раз вот уже в свадебном. Да. Ты согласна? Нет. Почему? У меня конкурс. Этот конкурс заставил поволноваться не только участниц. Зрители переживали не меньше девушек и поддерживали красавиц овациями. Кирина. Но все уже позади. Финал. Жюри вынесла свой объект. Я, безусловно, рада. И это было неожиданно. Но, как я уже говорила, я верила в себя, я верила в победу. Спасибо большое, кто меня пришел поддержать, кто меня верил. Ну, ты счастлива? Я безумно счастлива. Что ты теперь будешь делать? Дальше представлять Крым на международной арене. Ты готова к этому? Готова. Ну, тогда мы желаем тебе удачи. Спасибо большое. Параметры 90-60-90 остались в прошлом. Сегодня важнее продемонстрировать свою уникальность. Этот конкурс красоты запомнится надолго. Особенно мужчинам. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Ира, вот я считаю, что ты тоже невероятно красивая девушка. Не участвовала ли ты случайно в таких конкурсах? Ну, ты знаешь, об этом история умалчивает. В школе грешила, грешила бы такими делишками. Ну, если бы я был главным судьей, я бы тебе сразу даже безоговорочно надел самую большую, самую красивую корону из чистых бриллиантов. Спасибо большое, Саша. Боже, твои-то слова, чтобы были правдой. Было бы замечательно. Слушай, ну, я предлагаю наше такое приятное, доброе утро разбавить огненной новостью. Какой же? Мы подготовили для вас видео, на котором сейчас будет явно показано, чем же занимались два парня. Два брата-акробата, я бы даже сказала. 21 и 11, да, эта цифра, это их возраст, но история не об этом. Начнешь? Да, я дополню твой рассказ, продолжу его, точнее. Эти два брата-акробата катались на гироскутерах и очень сильно увлекались этим видом действия. Так вот, поставили они его заряжать и отвлеклись. А дело все в том, что, повторюсь, это аккумуляторный вид транспорта. Аккумулятор этот очень сложного устройства, очень мощный, и передерживать его дольше, чем 4 часа в розетке, нельзя. И если это сделать, то он может воспламениться. Что, собственно, и произошло. Молодые люди забыли об аккумуляторе. Он воспламенился и пламенем сожгло 20 квадратных метров квартиры. Более того, пострадала даже соседка, которая в панике просто... Вот, знаешь, нам смешно, а ребята отожгли по полной. Как в прямом смысле, так и переносно. Ну, дорогие друзья, напоминаю, что гаджеты, техника, это все очень хорошо. Но всегда следует быть внимательным к приборам, потому что они подключены к электричеству. А это особая опасность. Да, и нужно быть предельно аккуратным, осторожным и не забывать о том, что все-таки нужно следить и за гаджетами, и не увлекаться на эмоциях, и не отходить от важных приборов, которые могут быть включены и забыты. А я предлагаю прямо сейчас вот с темы гаджетов перейти как раз с помощью магии телевидения на улице нашего крымского полуострова, где находится Стефан Филатов, который сейчас однозначно расскажет что-то интересное и полезное. Стефан, снова доброе утро. Рассказывай. Доброе утро. Доброе утро, студия. Бодрого, позитивного, активного начала нового дня всем крымчанам. Я сейчас нахожусь в семинарском сквере, и здесь у меня, должен признаться, разыгралась небольшая моральная дилемма. Дело в том, что в одном из предыдущих включений я рассказал о том, что детский парк является одним из моих самых любимых мест в Симферополе. Ну, конечно же, из-за своей красоты. И вот, находясь здесь, я обратил внимание на всю эту осеннюю красоту, на буйство красок. И понимаю, что это место могло бы поспорить все-таки за лидерские позиции любимого места Симферополя, крымской столицы. И говорю я это к чему? В принципе, весь наш крымский полуостров очень красив. И здесь есть что смотреть не только летом, но в любое время года. И, собственно говоря, даже осенью Крым остается достаточно популярным туристическим направлением. И самое интересное, что теперь добираться на крымский полуостров и осенью, конечно же, и в любое другое время года будет безопаснее. В Симферопольском аэропорту, в аэропорту имени Айвазовского, пройдет программа, вследствие которой, в ходе которой, будут усилены антитеррористические меры. То есть появятся патрульные дорожки, появятся рамки металлодетекторов. И, конечно же, очень сильно усилят систему видеонаблюдения. Все это, конечно же, делается ради нас, ради людей, ради нашей безопасности. Такие меры, конечно же, лишними никогда не будут. Поэтому будем надеяться, что это скажется все-таки на притоке туристов. Будем надеяться, что их станет еще больше, несмотря на то, что их цифра, количество их растет от года в год. И на этом, конечно же, позитивные новости не заканчиваются. Также продолжают нас удивлять и радовать Симферопольский аэропорт. И появятся там в перспективе. Это пока предварительная информация. Но сейчас Симферопольское правительство, если так можно выразиться, рассматривает возможность того, чтобы в рамках аэропорта еще и установить, построить железнодорожную станцию. Это, конечно же, приурочено к тому, что вскоре у нас появится действующий мост, будет железнодорожное сообщение. И вот такие меры также скажутся на нашем и комфорте тех, кто, конечно же, приезжает сюда увидеть нашу малую родину. На этом у меня все. Студия передаю вам слово. Спасибо большое, Стефан. Спасибо, Стефан. Добрая информация. А я в рамках доброй информации еще раз напоминаю. Евгений Репуленко, вы наш победитель сегодня. Поэтому, пожалуйста, в течение дня не забудьте подойти к нам на контрольно-пропускной пункт телерадиокомпании «Крым» по адресу студенческая 14 и, предоставив любой документ, удостоверяющий личность, забрать заветные билеты. Сегодня в 19.00 открывается полуфинал Лиги КВН в Музыкальном театре. Пожалуйста, присутствуйте там, ваши билеты уже ждут вас. Я уверена, что Евгений обязательно заберет билеты, а мы двигаемся дальше. И я предлагаю пообсуждать новости, которые бытуют в интернете. Вот вчера, когда готовилась к эфиру, я увидела, знаешь что, что в Эквадоре, оказывается, разработала женщина буквально за месяц рецепт. Чего же? Сладенького. Мороженое из морской свинки. Я была поражена. Я вот сейчас тоже несколько шокировала. А самое удивительное, что в Эквадоре это не считается какой-то экзотикой, потому что, в принципе, там употребляют. То есть морскую свинку замораживают и едят? Ну вот эта женщина, прямо сейчас тебе процитирую, она варила, жарила мясо грызунов и в итоге сделала паштет и добавила сливки. А туда же фруктовое пюре, сгущенку и арахис. Вот таким образом появилось мороженое. А еще, что самое интересное, в день продают 150 порций и цена 1 доллар. Так что пользуются спросом и с удовольствием употребляют. Это в первую очередь недорого, а во вторую очередь это удивительно, потому что здесь морскую свинку с фруктами, это уже, конечно, что-то на грани фантастики. Не знаю, на грани добра и зла, но, пожалуй, это удивительно. Я хочу сказать, что, на самом деле, интернет такое место, где чего только не найдешь, каких странностей люди только не выдумывают. Я, кстати, тоже недавно, продолжая тему мороженого, читал о том, что в Британии открылась кафе, где подают мороженое из женского молока. Да, хотела бы попробовать. Удивительно, честно, нет, я сладкоежка, но вот как-то, пожалуй, не первый вариант, не второй я на сегодня не хотела. В общем, я подберу черту и говорю о том, что интернет – это место очень много скопления больших и самых разных новостей. Давайте посмотрим, какие же отобрали наши корреспонденты. Едва копыта успели унести. Ураган невероятной мощности пронесся по штату Южная Дакота. Порывы ветра были настолько сильными, что обрушили конструкции ветроэлектростанций. Выглядит все это устрашающе. Ну, судя по тому, что руки оператора не трясутся, он либо отчаянный храбрец, либо уверен, что находится в полной безопасности. Самые взрослые сиамские близнецы на планете – Ронни и Донни Гейлиан из штата Огайо. У каждого мужчины собственные руки и ноги, сердце и желудок. А вот остальная часть пищеварительного тракта – общая. Несмотря на все попытки современной медицины разделить организмы братьев, пока технологии не позволяют это сделать. Впрочем, близнецы и сами не хотят хирургического вмешательства. Они живут спокойной и тихой жизнью в загородном доме, в окружении любящих родственников. И этим вполне довольны. Парковые скульптуры – как отдельный вид искусства. Несмотря на простоту конструкции, состоящую из металлических трубок и тросов, эффект, создаваемый ею, завораживает. Сложно сказать, на что больше похоже сооружение – то ли на гигантского морского ежа, то ли коллапсирующую звезду. Банные процедуры – похожее любимое занятие этого ретривера. Особенно, когда мылят и массируют в шесть рук лучшие друзья. Что ж, и вправду одному хорошо, вдвоем лучше, а вчетвером – идеально. Вавилонская башня падает. Сложно представить, сколько времени и труда потребовалось, чтобы собрать это сооружение из деревянных блоков. Но на его разрушение ушло меньше минуты. Приложенных усилий не жалко. Обвал тысяч кирпичиков выглядит грандиозно. Made in China сделано в Китае словосочетание скорее нарицательное. Синоним не всегда качественной подделки. И не зря. Жители Поднебесной научились имитировать даже овощи. Так при помощи жидкого парафина, холодной воды и ловкости рук можно вылепить вполне реалистичную капусту. На вид аппетитно, жаль, что несъедобно. Знаешь, Саш, самые разные эмоции, картины можно запечатлеть на холсте. И вот мне всегда было интересно, какая же эта атмосфера творческая у художников. И вот наш корреспондент Татьяна Балыкина узнавала, так сказать, из самого центра событий. Как же создаются картины и в каком настроении. Мольберт повсюду кисти и тюбики с краской. Ее художник Дмитрий Шульгин разводит прямо на столе. Пишет умиротворенно, что нетипично. Чаще всего, когда мастер погружен в работу, цветные брызги летят во все стороны. Бывает вот вечером уже солнце садится, здесь темно. В темноте заканчиваешь, оставляешь даже страшно смотреть, что там. Уходишь, утром приходишь, что ж там было вчера. Ну, как бы вот такая игра определенная. Игра длиною в жизнь, художественная школа, училище, собственный мольберт, первая картина. За 45 лет из-под кисти мастера вышло более 2000 полотен. Здесь больше 50 картин, написанных в разных стилях. И это только малая часть работ Дмитрия Шульгина, созданных за последние 10 лет. Кстати, некоторые полотна с секретом. Если художнику картина не понравилась, он ее закрашивает и поверх рисует новую. Именно так произошло и с этими ирисами, под ними не меньше трех слоев. Люди, журналы, черно-белые снимки, картины великих коллег. Вдохновение в каждой детали. Одну из любимых работ автор писал в сухой манере, в стиле голландских импрессионистов. Я ее случайно написал, лампочку дома вкручивал, она упала, разбилась. Я так посмотрел, живописный осколок. Написал его, потом орешки ел, орех написал. И так за неделю все, что поглощал, хотя конечку дописывал. Обычно на создание картины художник тратит от 30 минут до нескольких часов. Даже самые сложные детальные работы пишет не больше недели. Считает, что вдохновение нужно расходовать быстро, пока муза не сбежала. На протяжении всей карьеры мастер экспериментирует со стилем, красками и формами. Я взял, взял, домешал. Ну и он же очень быстро застывает цемент. И это меня, скажем так, стимулировало побыстрее работать, пока он не зацементировался. Рисует Дмитрий Шульгин для души, но, как и любой творческий человек, рад признанию публики. В этот раз 30 любимых картин украсили зал крымского дома художника. У каждого полотна своя история. Например, эту картину в порыве вдохновения мастер написал всего за 20 минут, как инструмент, используя только шпатель. А здесь изображена сиеста. Возвращаясь домой, художник увидел собак, спящих в снегу у остановки. Так они и стали героями нового произведения. Это выставка пятая, юбилейная. Увидеть мир художника сквозь призму творчества пришли его друзья и знакомые. Могу согласиться, что это очень необычная картина. В ней что-то такое есть, не то от Сальвадора Дали, или вообще от всех художников, вот если их всех вместе собрать. Абстракт не очень воспринимает, ну, наверное, в силу своего возраста. А весна как-то нам навевает, знаете, воспоминания молодости. Весна — это что-то новое, что-то оригинальное, что-то необычное. Ну, некоторые думают, ну, вот если так человек пишет, то что он не может реалистически писать. А на самом деле, ну, это большой мастер. Познакомиться с картинами мастера можно в Симферополе, в Крымском доме художника, до 4 ноября. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ира, ну, теперь, я думаю, пришло время поздороваться с нашими коллегами из новостной студии. Доброе утро. Доброе утро. Анечка, доброе утро. Что у вас? Доброе утро, коллеги, здравствуйте. Как у вас сегодня утро началось? Утро началось прекрасно, настроение хорошее, готовы рассказывать о последних событиях. И информационная повестка среды обещает быть интересной. В утренних выпусках наши корреспонденты расскажут о том, что же произошло на перемене фиадосийской школе, после которой третиклассник оказался на операционном столе. А в течение дня вы узнаете, как ремонтируют дороги в селе Гвардейском. И самое главное о том, что ждет республику в ближайшие пять лет. Глава Крыма Сергей Аксенов должен выступить с докладом о планах правительства. Оставайтесь с нами, смотрите Первый Крымский и Крым-24 и будьте в курсе самых актуальных новостей полуострова. Большое вам спасибо, Анна. Пускай день пройдет хорошо. Желаем вам хорошего эфира. Хорошего дня. Ну, а наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Да. Сегодня целых два часа для вас, дорогие друзья, работали Александр Ткачев и Ирина Борилюк. И делали мы это на двух телеканалах Первый Крымский и Крым-24. Дорогие друзья, но мы не прощаемся. Буквально совсем скоро, уже завтра, мы снова будем с вами и снова будем поднимать вам настроение в начале трудового дня. А вы на такой хорошей, позитивной ноте продолжайте свой день и обязательно присоединяйтесь завтра к нашему эфиру. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok